Напомним, друзья, впереди на предстоящей неделе огромное количество талантливых, интересных музыкальных событий в городе. Которые обязательно нужно посетить. Ну вот, например, 5 ноября в Челябинске состоится второй традиционный всероссийский музыкальный фестиваль имени Сергея Прокофьева. В программе 9 концертов, которые адресованы слушателям разных возрастов, интересов и вкусов. Давайте более подробнее поговорим с гостем. У нас сегодня в студии Татьяна Шкербина, художественный руководитель фестиваля, композитор, председатель Челябинского отделения Союза композиторов России, профессор Джигик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, программа обширная. Кого ждем? Кто будет удивлять? 5 ноября, с 5 по 19 ноября в нашем городе откроется второй всероссийский фестиваль имени Сергея Сергеевича Прокофьева, нашего замечательного отечественного композитора. Программа концертов будет очень и очень разнообразной. Что интересно, первый фестиваль, который состоялся в 2016 году, его особенностью был тот момент, что в нем прозвучали все фортепианные сонаты Сергея Сергеевича Прокофьева. Это была уникальная акция, потому что нигде в России ничего подобного не происходило, чтобы в одном фестивале прозвучал целый полный цикл фортепианных сочинений и композитора. Особенностью этого фестиваля, который пройдет в ноябре месяце, будет тот момент, что прозвучат все фортепианные концерты Сергея Сергеевича. И будут открывать этот фестиваль 5 ноября в концертном зале филармонии именно наши музыканты, а именно уральские музыканты. Это абсолютно потрясающие пианисты Дмитрий Каукин, выпускник нашего ЧГИК, пианист, лауреат международных конкурсов. И Мария Краснова, Екатеринбург, пианистка Уральской консерватории. А что интересно, закрывать этот фестиваль 19 ноября будут московские пианисты, которые продолжат серию вот этих фортепианных концертов. Внутри фестиваля будут концерты, разные цикл концертов, которые сыграют пианисты нашего института культуры, класса Евгения Саныча Левитана. Они покажут две программы Прокофьев и его современники. Кроме этого, прозвучит вокальная музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, опять же у нас в ЧГИК. В этом году прошел у нас в Челябинске международный конкурс юных композиторов, молодых композиторов имени Сергея Прокофьева. И одна из концертных программ, которая представляет Институт музыки имени Чайковского, представит лауреатов этого конкурса, победителей конкурса композиторов. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдет восьмой пленум Челябинского отделения Союза композиторов России, которому в этом году исполняется 35 лет. И Союз композиторов представит две программы в рамках фестиваля. Это будет концерт оркестровой музыки, называется он «Посвящение Прокофьеву», когда все челябинские композиторы написали музыкальные произведения, чем-то связанные с именем Сергея Сергеевича Прокофьева. А второй концерт представит хоровую музыку челябинских композиторов, лучшие произведения, написанные за последние пять лет. Татьяна, вы вот нас заинтриговали сейчас. Совершенно верно. И невероятное количество событийного ряда, где ознакомиться со всеми событиями. Мы видим огромное количество афиш, есть ли сайт, куда бежать. Конечно же. Во-первых, все концерты будут проходить на четырех площадках. Это зал органной и камерной музыки Родина. Это, конечно же, зал имени Сергея Сергеевича Прокофьева, зал филармонии. И залы наших высших учебных музыкальных заведений. Это ЧГИК и это Институт музыки имени Чайковского. Хорошо. А кто может прийти? Абсолютно любой слушатель? Абсолютно любой слушатель. Билеты в кассах есть. И билеты абсолютно в рамках реальных цен. Поэтому может прийти любой человек. И это будет замечательная встреча с прекрасной. Самый главный вопрос. Еще билеты остались? Все-таки, мне кажется. Пока есть. Пока есть. Уважаемые друзья, наши телезрители, срочно в кассы собираем билеты. Мы там обязательно будем. С 5 по 19, конечно, обязательно нужно сходить. Спасибо вам огромное. Ну что же, напомним, что у нас сегодня в гостях была Татьяна Шкербина, художественный руководитель фестиваля, а также композитор, председатель Челябинского отделения Союза композиторов России, ну а также профессор ЧГИК. Спасибо.